КОНЕЦ 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 Повторим? Повторим! Вот видите, Женечка, а нам говорили, что это безнадежная операция, а больной будет жив. Это хорошо, это очень хорошо. Ну так, сейчас мы пообедаем, а потом будем работать. Архангий Андрей, вы же обедали в клинике после операции, я с вами обедала. Верно. Ну хорошо, тогда мы будем пить чай. Тетя, тетя, тетя. Мы же только что встретили ее на лестнице. Верно. Ну ничего, мы будем пить чай с тетушкиным варенье. Женечка, вы любите варенье, а? В детстве все любят варенье. Аркадий Андреевич, вы меня уже 40 раз об этом спрашиваете. 40 раз? Вот видите, Женечка, какой я заботливый. Тетка права, меня пора женить. Женечка, как по-вашему, жениться мне или нет? Не знаю, как хотите, Аркадий Андреевич. Нет, Женечка, как мой практикант и друг, вы могли бы в такую трудную минуту жизни дать мне совет. А вы спросите у Сергеевича, ему всегда все ясно. Сережки? Он просто наймет карету, а Варька свяжет в простыне и к нему вниз через окно. И венчаться. А я бы, как брат, погоню. Но только так для виду. Догонять бы не стал. Шут с ними, пускай венчаются. Аркашка, Аркашка, потрясающая новость. Ну вот, непременно потрясающая. Что там? Товарищ. Товарищ. Что? Я сейчас шла, встретила директора. Он мне сказал, что через три месяца, а может быть даже через два, ой, одним словом, я еду в Москву в театральное училище. И через десять лет по городу Вулт висеть афиши. Гастроли В. Бурминой. Тоже нет, точнее нет. В.А. Бурминой. Все будут спрашивать, кто это? Тоже, кто это В.А. Бурмина? А это я. Ой, Аркашка мне дурна. Вы видите, Джонич, как изменчивая женская сервиса. Она счастлива тем, что покидает нас. Ну, хорошо. Ее нескладный брат, бог с ним. Но Сережка, Сережка-то. Аркашка, о Сережке ничего не говори. Женя, у меня будет с Аркадием мужской разговор. Женщик, а ну, милучки, я с себя. Варю. Аркашка, я его так люблю, но мне все равно хочется поехать в Москву, даже если он не поедет. Это значит, что я его не люблю, да? Нет. Это просто значит, что ты становишься большой, Валька. Если веришь в себя, надо ехать и ни о чем не думать и не жалеть. А Сережка, он все равно до тебя доберется. Вальдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Валатинка? Валатинка. Валатинка. Репетируешь, а? Артистка. Валатинка, ну ты же хотел завтра прийти. Да. Да я хочу с тобой еще переговорить. О чем? О Сергееве. Только ты одна можешь на него повлиять. Ну да, что он там еще сделал? Да он-то считает, что ничего особенного. Ну? Послали его на практику в школу читать литературу. Ну? Первый час он прочел о Достоевском, а в начале второго вдруг и заявляет. Знаете что, ребята? Достоевский, конечно, гениальный писатель, но я, говорит, его не люблю. Ну да. Да, не люблю, сказал. Так и сказал. Да, поговорили о нем, и хватит. Пойдемте до перемены, погоняем в волейбол. Ну, Валя, ну что ты смеешься? Гоняли до самой перемены. Ну? Ну вот, ты, Варя, передай, что его выгонят. Вот и все. Ладно, я ему скажу. Ну вот скажи. Вот. Ну а еще что? А еще. Я вот шел мимо кино, там идет новый звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь». Я купил два билета по 3,75 в середину. Пойдем, Варя, а? Ой, Валенька, мне что-то не хочется сегодня. Ну почему, Варя? Войдите. Здравствуй. Здравствуй, Деревна. Здравствуй. Здравствуй. Нет, ну что ты? Так нечего, пустяки. Ну, пустяки. Ну нет, ну что ты? Сейчас же ты, что ты ему шепчешь. Я ему хотел тихо, он... В общем, я ему сказал, чтобы он ушел, а суть, что он тут сидит. Сейчас уходи, Ван, отсюда. Вот видишь, говорят тебе уходят. Знаешь, что уходят? Да я не ему. Да ему, ему, ему. Давай, иди, иди, иди. Давай, давай, давай. Привет. Привет, привет, привет. Ладно. Ну что, с ума сошел? А что? Ты хочешь, чтобы он сидел тут? Да. Так я ему сейчас побегу и верну. Вот пойди и верни. Только правда хочешь? Конечно, нет. Ну так в чем же дело? Чего он, в самом деле, ходит? А он дружит со мной, вот и ходит. А, дружит. Это он так из трусости говорит. А на самом деле он ухаживает за тобой, да? А ты? Ты ведь тоже ходишь? Я. Я другое дело. Я ведь так прямо говорю, что ухаживаю. А потом возьму и женюсь. То есть как? Ты возьмешь и женишься. А я вот возьму и не выйду за тебя замуж. А я подожду. А я потом не выйду. А я еще подожду. А я никогда за тебя не выйду. Выйдешь. Я тебя, знаешь, как люблю. Я для тебя все, что угодно могу сделать. Даже глупость. Вот хочешь, сейчас со второго этажа прыгнуть. Ой, вечно ты хвостунь. Прыгну, да не прыгнешь ты. Хвостунь? Ну что ж, пожалуй, верно. До скорого свидания. Уходи сейчас вон отсюда. Сумасшедший. Ты не ушибся? Нет. Во-первых, не так уж высоко. А во-вторых, две недели предварительной тренировки что-нибудь дозначит. Ну, ничего не бойся. Каждый день не буду прыгать. Скоро уеду. Куда это ты уедешь? Всем бьет один ответ. Вот. Танковая школа. Омск. Ой, как далеко. Сереженька, зачем? А когда ты это решил? Давно, Валенька. Еще месяц назад. Все время молчал. Да я не знал, примут ли. Опять бы все кричали, что я хвастаюсь. Сережа, ну тебе еще не скоро ехать, да? Завтра. А как же я? Так вдруг и так далеко. Мне будет очень трудно без тебя. Вот и хорошо. Что ж хорошего? А то, что трудно. Значит, любишь меня. Сейчас же уходи, Ван, отсюда, слышишь? Вот что. Или ты завтра никуда не едешь, или сейчас же отсюда уходишь. Все наоборот. Завтра я уеду, а сейчас я отсюда никуда не уйду. Ну, так я уйду. Варя! Когда весенний вечер нежно тает, и переходит ночь, и яблони... Сережа, не беспокойся. Придет, придет, придет. Помирю вас в лишний раз, так и быть. Я ведь как-никак, а все-таки старший брат. Все хорошо. Вот только поздно. Что поздно? 22 года, это не шутка. Товарищ Луконин, порядки комсомольской дисциплины, стране нужны педагоги. Ха! Дисциплина дисциплиной, а в институт пошел все-таки зря. Почему? 22. Суворов знаешь, в 30-ти годах кем был. Хотя нет, Суворов как раз нет. Он в 30-ти годах даже полковником не был. Но это не важно, он не был, а я буду. Сережа, опять хвастаешь. Да ты только не смейся, Аркад. Я понимаю, смешно, конечно. Еще форму не одел, уже полководец. Я не смеюсь, Сережа. Я думаю, нелепый ты человек. Ты ведь по старой школьной привычке натворишь там в армии черт знает что. Ха-ха! А Сережа, в армии за это не прощают. В армии нет. В армии я... В общем, увидишь. Ну, вагон номер 4. Вагон номер 4, место 21. Саратов, Омск. Хоть бы ты ее увез с собой, и тебе хорошо, и мне легче. Я сейчас. Вот так. Сложил чемоданчик, и уезжаешь. Уезжай, Варенька. Ну, уезжай, пожалуйста. Но все равно. Я тоже уеду. Куда? В Москву. В театральное училище. Вот уеду, и думать о тебе забуду. Вот и хорошо. Вот кончу школу, приеду и увезу тебя. Никуда ты не приедешь. Значит так. На вокзал пришла, два года ждать меня будешь, а потом замуж за меня будешь. А иначе... Что иначе? А иначе очень плохо мне будет жить, Варень. Не делай иначе. Сережа, Нарзанчик на двор. Билет! Сережа! Билет! 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 Так, значит, вы приказали искать брод, а Луконин повел танк напрямик, через мостик, в результате чего и произошла авария. Да, я приказал искать брод. Товарищ начальник школы, курсант Луконин явился по вашему приказанию. Да, вы получили приказ искать брод? Да, товарищ начальник школы. Вы его выполнили? Нет, товарищ начальник школы. А вы понимаете, что маневры это почти война? Да, понимаю. За невыполнение приказа 20 суткорестов. Разрешите идти? Нет. Объясните, почему приняли другое решение? Я думал, товарищ начальник школы, что маневры это почти война. А если бы я искал брод, я бы не успел выполнить задачу. Я считаю, что легкие танки могут на большой скорости проскакивать такие мосты. Так почему же танк провалился? Не знаю, товарищ начальник школы. И это все. Все, товарищ начальник школы. Скорость. Третья. Газ. Полный. Длина моста. 6.20. Так почему же танк провалился? Не знаю, товарищ начальник школы. Послушайте, Луколь. Вы мне все говорите. Все, товарищ начальник школы. Прете? Вы даже мне не сказали, каким образом спасали водителя. Я считал, что это к делу не относится. Как вы его спасали? Сказать по правде, великолепно спасал. Опять хвалитесь. Я и не хвалюсь, так и было. Я первый пловец по всей Волге. Послушайте, Луконин, вы ведете себя как мальчишка. Утопили машину, чуть не угробили людей. А теперь что прикажете делать? Под суд вас отдать? Товарищ начальник школы. Ну, я вас очень плашу. Я не могу даже подумать о том, чтобы... ...фармить для меня это все. Вся жизнь. Я виноват во всем. Но если мне будет позволено, я докажу, что это случайность. Сто раз рассчитаю и докажу. Послушайте, Луконин, почему танк провалился? И это перед самым выпуском из школы. Идите. Что, дорогой, плохо? Это ничего пройдет. А вот остальное все плохо воно. Очень плохо. Все объяснил начальнику? Все, почти все. Водителя пожалел. Пожалел. Я жалею, что его из воды вытащил. Убить его мало. А начальник что ж говорит? Я не виноват, водитель виноват. Бензинопровод засорился. А я где был? Где я был? А танки все равно через такие мосты будут перелетать. Верно. И через рвы будут прыгать. Верно. Все будут делать. Только я, пожалуй, больше этого не вижу. Почему, дорогой? А потому, что выгонят меня из армии. Зачем выгонят? Зачем? Тридцать три несчастья у меня воно. От нее? От нее. Да. Скучное письмо. Полную отставку тебе, дорогой, дают. Да. Почему отставку? Кто тебе сказал? Русским языком написано. Мало что написано. Ясно соскучилось. Три года не видать. Все равно поеду в отпуск. Увезу ее. Вместе поедем и водить будем. Возьмешь с собой? Возьмем. Только я теперь раньше тебя в Москву поеду. Как ты думаешь, Ванок? Отчислить меня из армии, а? Не знаю, дорогой. Не знаю. Ты меня не утешай, ты мне правду скажи. Правду? Да. Боюсь, что отчисли. Товарищ Луконин. Куда идете? Садится, товарищ начальник школы. Ага. Водителя пожалели? Пожалел. Ну вот и посидите, чтобы в другой раз благородным чувством вовремя занимались. Разрешите идти? Угу. Ну, а если бы бензинопровод не засорился? Прыгнул бы. Обязательно прыгнул, товарищ начальник школы. Да, правильно. Танки могут прыгать. Вот что. В средний айти со мной поедете. Мне прыгуны нужны. Вместе прыгать будем. Что, не хотите? Нет, я хочу, но... В Москву собираетесь. Знаю. Жениться? Угу. Слышал. Ну что ж, дам неделю. Поезжайте, забирайте ее с собой. Неделю? Что, мало? Товарищ начальник школы. Вы ее характер не знаете. Чего-ничего. Зато я ваш характер хорошо знаю. Ха-ха-ха. Ну, дорогой, поздравляю с приездом красавицы жены. Да вы даже на меня как-то не посмотрели в одно. Не хочу смотреть. И так знаю, что красавица. Хорошие глаза. Вот такие глаза один час посмотреть и умирать не страшно. Ха-ха-ха. Что вы на меня как смотрите? Вот вы какая. Что не понравилось? Нет. Что вы? Я только хотел сказать. Вы в наш театр приехали играть? Да. А скажите, какой репертуар вы больше любите? Современный или классический? Ха-ха-ха. Ну, Варька, кончилось, пропало. Севастьяныч, прекрати культурную беседу. Сережа, не кричи на него при женщинах. Он человек застенчивый. Неужели? Очень. Слава Богу, будет рядом хоть один застенчивый человек. Сережа, если бы вы только знали, как мне надоели хвостуны. Да разве я как... Симон убил лимон, вай-вай. Ума Симон славал лимон, вай-вай. Плачет Симон, нету лимон, вай-вай. Не плачет Симон, нету лимон, вай-вай. Не плачет Симон, куплю лимон, вай-вай. Ну, а теперь за брата. За брата не такой красивый. Что? Ну, похож, похож. По-моему, ты ничего не похожа. Когда я был доцентом, меня не жалели. Теперь я профессор. Так вчера сестра на вокзале сделала из меня носильщика чемоданов. Сегодня я метродотель. Я не знаю, когда я буду академиком, меня превратят в мальчишку на побегушках. Ах, но сестра, а? Ничего. Ничего. Плохая, но сестра. Пришлось провожать. Молодец, Аркашка. И все для тебя, Сережка. Аркашка. Аркашка. Все. Я не знаю, я не знаю, что берутся, так сразу про все забудут. Ну, Аркашка, рассказывай. Как Женя? Кончил институт. Уехал в Астрахань. Весною. Это я знаю. Я спрашиваю, как она. Пишет? Иногда. Так. Значит, все по-прежнему. Эх, ты. Сережа, я тебя категорически прошу. Скажи, зачем припорожила, Коль я душе твоей не мим. Скажи, зачем припорожила, Коль я душе твоей не мим. Не от тоски я так страдаю, Не от тоски я загрустил. Ну вот, Варенька, наконец-то мы вместе. Ты знаешь, я тебя теперь никуда не отпущу. Слышь? Никуда. Я вот возьму и уеду. Не уеду. Это смотря, как держать будешь. Ой. Если так держать будешь, то никуда не уеду. Хотя нет. Наверное, сам куда-нибудь улетишь. Когда приехал на неделю, Женился. И опять год не виделся. А ты что тут делал без меня? Командовал ротой. Занимался французским языком. А ей-богу, я молодец. Я знаешь, делаю... Опять хвастаешься. Ну, ты подождал, пока я это скажу. Не могу ждать. Вот. Ой, ты мой французский. У тебя ужасные произношения. Да, она мне тоже самое говорит. Она? А кто она? Моя француженка. Понимаю. Наверное, с ней гуляли, по-моему, в Тулузе. Тулуза. А что, хороший город? Наверное. Наверное, там узкие улички, старые дома с черепичными крышами. Металлургические заводы, железнодорожный узел, аэродром, трансевропейская компания. Все знаешь? География отметает. Ты знаешь? Я вот думала-вдумала и решила. Знаешь, кому-нибудь у вас играть? А тем более ты будешь здесь первым, либо портера. Только я боюсь, теперь все время буду сидеть. Сергей, телефон. Да. Да, я. Есть. Есть. Ну что? Ну вот. Придется уйти на полчаса. Ну. Ну. Когда могу выехать? Завтра. Есть. Сдадите роту старшему лейтенанту Куляшвили и можете ехать. Вечерний, архабад. Надеюсь, что питомцы омской танковой школы ни при каких обстоятельствах, даже самых чрезвычайных, ком-про-н-эйву. Жава ком-пром-по. О-о-о. Нет, уж вы лучше поменьше разговариваете. Здесь, товарищ полковник. Ну, сядем перед дорогой. Зря не рисковать. Узнай ваш характер. Есть, товарищ полковник. Да. Есть, товарищ полковник. Вы ведь прибалтийский немец. Вы хорошо знаете русский язык. Понимаю. Он русский. Во всяком случае, у него русское упрямство. Он целый день просидел в разбитом танке. Его взяли, когда он был без сознания. Он русский и должен сказать об этом сам. Слушайте. Добро пожаловать. Приятно видеть вас здесь. Ну, что же вы молчите? Вы решили молчать. И не хотите разговаривать с нами. М? Вы не понимаете? Он не понимает по-русски. Может быть, вы француз? Только откуда у вас тогда такая рязанская морда? Простите валять дурака. Слышите? Что вы за этой жатей кошен боком фрампа? Опять не понимаете. Как значится француз? А то есть вы? Вы же француз? Да. Откуда же француз? А? И где вы делаете там? Я из Тулуза. Хорошо. Где же вы жили там? Вашей Тулузе. Quelle rue вы хотите туда? Я всегда твой рост на Манрон. Ах, только у старого моста. Выдай на волке и струк предъявьё полностью. Ну, и льял-ка то. Там нет никакого моста. Вас не собьёшь. Вы даже улицы знаете. Но произношение... Неужели вы думаете уверить меня в том, что у француза может быть такое произношение? Вас обучали французскому языку, вероятно, где-нибудь в Нижнем Новгороде. Да? Жур опять кужон вуком промпаж. Вы будете со мной говорить или нет? Я тебя русским языком спрашиваю. Я тебе говорю русский язык. Я тебе говорю русский язык. Ты не знаешь русского языка. Но такое слово, как расстрелять. Ты понимаешь по-русски? Может, научишься понимать, если тебя расстрелять прикажу? Ай! Ай! Не забываешь, когда тебя бьют. Тебе недолго придётся помнить. Тебе дойдёт! Тебе дойдёт! Яúngша за — Скорее — ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я получил вашу записку, вы просили зайти меня. Да, я знала, что вы на спектакле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Правда, в них ничего не было. Ничто, нигде. Писал, что жив, здоров. А вот уже три месяца ни одного звука. Алексей Метрович, если вы что-нибудь знаете, скажите мне сейчас. Если он не вернется, это от меня ведь никто не скроет. Варвара Андреевна, вы мне можете верить или не верить, это ваше дело. Но будет лучше, если вы мне поверите. Все будет хорошо, все должно быть хорошо. Жена солдата в отведе должна, иначе нам жить нельзя. Понимаете? Понимаю. Варвара Андреевна, второй звонок. Сейчас. Я очень хочу вам поверить, Алексей Петрович. Очень хочу. Варвара Андреевна, разрешите поднести вам по случаю дня рождения. Что это? Зимой цветы? Спасибо. Где вы их достали? А я в пяти знакомых домах, все горшки на подоконниках обсык. Вы, извините, что такие вот веточки? Себастьянович, милый, если б вы только знали, что значит для меня сейчас эти ваши веточки... Варя! Варя, дорогая! Варя! Варя! Все рыдали, Варя. Сам рыдал. Играла, как этот. Ну, как его. Забыл, кто на ты лучше. Дай ручку поцелую. А-а-а! Уже успел тебе свой веник подарить, ботаник. А мой подарок, Варя, не здесь. Мой подарок у меня дома. Хороший стол. Такой стол, Варя, чтоб за гостей сам смеялся. Вот такой день рождения тебе устроим, Варя. Та-ра-ра-ра-м, та-ра-ра-ра-м. Та-та-тай-там. Та-та-тай-там. Опять грустная. Надо было сказать ей, дорогой, что он где-нибудь сейчас сидит, один, не спит, ее вспоминает, улыбается. Да, но ты... Да, но мы с тобой не думаем, что он сейчас улыбается. Мы не думаем, а она пусть думает. Веркнут звезды, свеча догадает. Я печально встречаю рассвет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Удержала бы силой тебя. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогой 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 Да setet ой На закате ходит парень возле дома моего Поморгает мне глазами и не скажет ничего И кто его знает, чего он моргает? Чего он моргает? Чего он моргает? Не нравится мне, Петька, рыбу подсечь не умеешь Ха, 20 лет в экономический институт пошел, дурака валяешь А ты-то ведь тоже же был педагогическим Я другое дело, я был и ушел, а ты не уйдешь Ну не всем же военным быть Всем? Сначала непременно военным быть, а потом делай, что хочешь Когда весенний вечер нежно тает и переходит в ночь и яблонь А я Одну минуточку жить Только так, да, гипс Да, неподвижную повязку и груз Нет, нет, я приеду сам Часа через два Хорошо Аркадий Андреевич, ну почему вы не хотите отпустить меня из клиники? Для вашей же пользы, Женечка, честное слово Женечка, к вам здесь хорошо относятся Ну чем вам плохо? Плохо, плохо, я хочу уехать Уехать? Не Вы просто капризничаете Скажите прямо, что у директора клиники скверный характер И что вам не нравится его нос Если бы вы хоть раз попробовали говорить о мной серьезно Когда шутишь, веселее жить, Женечка Просто я не хочу, чтобы вы слушали мои скучные рассуждения А я хочу Я хочу Ничего я от вас не хочу Женечка Я провожу вас Что с вами, Аркадий Андреевич Откуда вдруг такая голландность? Она к вам не идет Ну что ж-то Беги скорее за ней То есть как? Как? Очень просто Скажешь, что в сумочке заберем Беги, беги, беги Это же Варина Ну Варина, ну Варина Скажешь, что перепутал Беги, беги Здравствуй, дорогой Здравствуй, сядь Посидим немножко Нельзя сидеть, дорогой Всю жизнь просидеть можно Смелым надо быть, Аркаша Ты меня слушай Я плохих советов не даю Но зато ты даешь так много хороших Что жизни не хватит их выполнить И на футбол я ходить должен И машиной управлять должен Но с тех пор, как вы все сюда приехали Я всегда что-нибудь должен У тебя слишком кипучая энергия вену А я тихий штатский человек Дайте мне отпуск Хорошо, дорогой Сегодня уедем Как сегодня? Приехали на целый месяц Пробыли всего пять дней Что случилось? Война что ли? Не знаю, дорогой Телеграмма от старика Ты что, Аркаша Крусев Заболел? Хуже Заскучал? Да Я не знаю, как будет потом А пока на девять складных людей Обязательно попадется один нескладный То есть, не вообще нескладный Я не жалуюсь Вон мне вчера письмо прислали По моему методу операцию сделали Благодарят Это все очень хорошо Я не об этом А вот как ты думаешь Если семь лет дружишь с человеком А потом вдруг Объяснишься ему в любви Он ведь рассердится Скажет Что же ты семь лет-то думал? А? Непременно рассердится Ой, Аркаша, как ты глуп Ну, просто неслыханно глуп Почему? Да потому что она тебя сама Все эти семь лет любит Да-да-да-да-да-да Ну, ничего-ничего Сережа Надейся на меня Сережа, не вздумай ей сказать об этом Обязательно скажу Завтра же займусь устройством твоей свадьбы Завтра? Ну, не завтра, когда вернусь Когда вернешься Сережа, я вот смотрю на твое довольное лицо И думаю Когда настанет такое время Что тебе приятнее будет сидеть дома Чем ехать? А? Никогда Аркаша, я сейчас уеду А ты побудь, свали Хорошо Знаешь, Вот ты сейчас уезжаешь Даже не знаю, куда, зачем Я все равно не хочу об этом думать Знаешь, о чем я сейчас думаю? О чем? О том, как мы с тобой 1 сентября в отпуск поедем По военно-грузинской дороге Потом проснемся Кругом горы Казбек Весь в снегу Мы будем с тобой все время вместе Хорошо, правда? Красота Мне надо будет тебя провожать Махать платком Я сама сяду И поеду Платками пусть машут другие Пусть И все же мне Валя Я сейчас не очень надолго уеду Не надо, Сережа Ты же сам не знаешь, насколько Ну ладно Я люблю тебя за то, что ты вот такой вот Я бы другого и не любила Валя И не смей меня утешать Слышишь? Ну, иди А то опоздаешь Придешь на вокзал? Приду Валя Валя Ну, ты стала совсем-совсем маленькой Варка Это все неправда Не хочу, чтобы я сейчас Хочу, чтобы всегда был со мной Внимание, внимание Говорит Москва Работают все радиостанции Советского Союза Это война Работают все радиостанции Советского Союза Валя Валя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Серёженька. Варя. Варя. Как ты сюда попала? Я с концертной бригадой. У нас пять человек. Во всем госпитале ездила. А глаза-то всё такие же. Только вот это ни к чему, а? Не буду. Я у тебя в своей части оставлю. А им вчетвером придётся без себя ехать дальше. Ну да. Оставишь. 37 атак у меня было, Варька. И каждый раз вспоминал тебя. Два экипажа у меня сменилось. А я вот, видишь? Варя. Варя. Аркаша. Варя, сейчас уйди, а утром вернёшься. Минуточку. Даю тебе слово, ничего не случится. Ну, хорошо. Всё-таки попался я в твою руку. Попался. Лучше в это мне не попадался. Угу. Товарищи, дорогие, это мой муж. Он жив. Жди меня, и я вернусь. Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. АПЛОДИСМЕНТЫ Имей в виду, я сейчас на тебя отыграюсь за всём. Ты десять лет устанавливал порядки в моём доме. Приезжал, когда хотел, уезжал, когда хотел. А теперь я хозяин твоей жизни. Вот недельки три полежишь. Неделя три. Предупреждаю, если попробуешь удрать, догоню, свяжу и обратно ещё на месяц. А помнишь, Аркаша? Саратов. Пишина. Клидника. Когда весенний вечер нежно тает, И переходит в нёд, И яблони. Странно, да? Чётко тебя узнает, иногда ещё странно. Как тебе сказать, в общем, ты прав. Война меняет человека. Заставляет его понять, что в жизни важно и что нибудь. Верно, Аркаша. По себе знаю. На войне мы забываем все наши обиды, неудачи, неурядиц. Всё, что можно забыть, забываем. А помним только то, чего забыть нельзя. Родину свою помним. Земляков своих помним. Любовь свою помним. Вот, пожалуй, всё, что помним. Что помним, зато и умирает. Верно, верно, Серёжа. Ты понимаешь, я только здесь почувствовал, что ничего в жизни откладывать нельзя. Ни дружбы, ни любви. Ничего. Знаешь что? Догадывайся. Да, я же... Мне всегда казалось, что она только дружит со мной. А я... Вот потому молчал и ждал. В общем, ты, конечно, сто раз прав. Когда я вернусь, ни одного дня больше этой ерунды. В первый же день приду и скажу. Пускай решает. Первые умные слова, которые от тебя слышу за 15 лет знакомства. Хорошо. Смейся, смейся. Аркадий Андреевич. Хорошо, иду. Потом договорим. Потом договорим. Нож. Яна. Как поймать? Туркер. Не крути головой. Снимите маску. Теперь он будет жить. Аркадий Андреевич. Заканчивайте. Динамика. Аркадий Андреевич. Не, 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 не... Аркадий Андреевич. А может, все-таки попробовать извлечь? Ну, зачем извлекать? Будешь ковырять, и что толку? Дайте три минуты пожить спокойно. А может, все-таки попробовать? Ну, жалко вам меня, ну, понимаю. Ну, зачем глупости предлагать? Вы же видите сами. Поднимите бок. Сережа? Аркаша? Все, Сережа, все. Ты что его спрашиваешь? Ты меня спроси. Я же лучше знаю. Он ординатор, а я профессор. Аркаша, ты не дури, слышишь? Что же стоит? Ну, сделайте что-нибудь. Ничто не поможет. Я же знаю. Знаю. Удерешь теперь. Удерешь теперь. Сторожить не буду. Что молчишь? Саратов, клиника и тишина кругом. Сережа, 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 Женя ничего не говори. Пусть не знает. А то еще хуже. Хуже будет. Слышишь, Сережа? Слышишь? Слышу. Почему опустили голову? Сбили? Сбили его. Сбили, Сережа. Так и надо. Так и надо. Ты их... Пей. Пей, Сережа. Сильнее. Пей, Сережа. Товарищ полковник. Сафонов. Почему вы здесь? Да вот привез вас и застрял. То есть как застрял, почему? Может, вам говорить нельзя, поскольку вы больной. В общем, окружили наших. Пробиться нельзя. Сафонов. Для нужна машина. Со мной поедете? Да, ну. Отставить. Слушай, Сафонов. Через час достать костюм. Где хотите украдить, а достать. Есть украсть, а достать. А я боялся, хирург вас задержит. Теперь не задержит. Разобьем их, Сафонов. А то как же? Непременно разобьем, товарищ полковник. Разобьем их, чтобы и памяти от них не осталось. Следов на земле. Давай, Сафонов, указуй, сколько можешь. Ползанин? Не узнаешь? Ну как? Воткнул флаг? Не успел, товарищ полковник. Ребята обогнали. А это что? Это ходил в разведку, захватил месть с машиной. А нам тарахтит не едет. Значит, трофей? Трофей, товарищ полковник. А ну, Сафонов, посмотри, что там такое. Развяжи ему руки, не убежит. Из какой части? Саштык, а он русский. Так, так. Усы все те же. И по-русски вы тогда понимали. Ничего, ничего. У меня с ним старый счет. Как видите, запомнил. Еще долго помнить буду. Пришли на чужую землю здесь и останетесь. Все останетесь. А опять не понимаете. Сафонов, расстрелять его. Отставить, Сафонов. А нервы-то у вас оказались слабее, чем у меня. Молодец, Петька. Большую птицу поймал. Он еще пять лет тому назад, когда грабил чужую страну, в чине офицера был. Теперь видишь, сколько нашивок получил за это. Сафонов, вези его в штаб. Петька. Пойдешь со мной? А возьмешь? Товарищ полковник. Возьму. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Серёжа, дорогой! Ты на меня смотри! Чего ты в гимнастёрку тупётся? Ну так, ближе разглядывай! Севастяныч, возьми его! Что он в самом деле такой? Сергей! Севастяныч! Товарищ танкист! Боевые друзья мои! Кругом немцы! В Липатово, в Горбове, в Сосновке! Если мы не можем прорваться назад, надо идти вперёд! Надо вырваться! И разгромить фланги противника! Если у нас нет бензина, надо запастись ему врага! Мы дрались здесь в трудное время! И мы помним имена людей, которых уже нет среди нас! Но сегодня мы должны драться так, как будто они все идут в атаку! Плечом в плечо с нами! Как будто мы слышим их голоса! Видим их глаза! Который не может ни закрыть смерть, ни засыпать земля! Вперёд! За нашу землю! За наш народ! Сперёд, ну аж! Вперёд! На мост! Нет вам пощады, нету не будет. Субтитры создавал DimaTorzok